Сегодня мы с вами рассмотрим тригонометрические уравнения. Давайте запишем с вами условия задачи. Итак, 2 синус х плюс пи деленное на 6 минус 2 корень из 3 косинус квадрат х равно косинус х минус 2 корень из 3. Это задание относится к задаче номер 13 единого госэкзамена. И у него есть два условия. Первое – это решить уравнение. И второе – сделать отбор корней на отрезки. В данном случае от минус 5 пи пополам до числа минус пи. Итак, для того, чтобы решить это уравнение, наверное, вы обратите внимание, что здесь стоит такая формула. Не формула, а выражение. И достаточно оно сложное. Первое, что бросается в глаза, кажется, что это формула приведения. Но это не формула приведения. Это формула, которую должны знать практически все школьники, выпускники. Синус суммы. Синус альфа плюс бета – это синус альфа на косинус бета плюс косинус альфа на синус бета. Итак, тогда что у нас будет? Я записываю. 2 умножить. Итак, расписываю синус суммы. Синус х на косинус пи на 6 плюс косинус х на синус пи на 6. Вот пошла по этой формуле. Дальше записываю все, что осталось. 2 корень из 3 косинус квадрат х равно косинус х минус 2 корень из 3. Что будем дальше делать? Мы видим здесь табличные значения. Итак, 2 умножить синус х умножить косинус пи на 6 – это корень из 3 на 2 плюс косинус х. Табличное значение 1 вторая. Синус пи на 6 – это 1 вторая. Минус 2 корень из 3. Остальное все переписываю. И получается у нас следующая запись. Так, теперь раскрываем скобки. Когда я раскрою скобки, у меня когда 2 умножить на корень из 3 пополам, у меня двойки сократятся и останется. Синус х умноженное на корень из 3. Плюс косинус х. Он останется просто, потому что 2 умножить на 1 вторая. У меня получается 1. Минус все остальное переписываю. И давайте посмотрим, что же получится в полученном уравнении. Что-нибудь уничтожается или нет. Я вижу, что здесь, если я перенесу косинус х в левую сторону, то он у меня уничтожится. И, наверное, давайте с вами запишем. Синус х умножить на корень из 3 плюс косинус х. Вот он у меня уничтожится. Дальше. Минус 2 корень из 3. Посмотрите, косинус квадрат х из формулы основного тригонометрического торжества то получается 1 минус синус квадрат х. Равно. Так, не равно. Лучше написать. Написать минус. Я его перенесу. Минус косинус х плюс 2 корень из 3 равно 0. Итак, мы сказали, что косинус х уничтожается. А теперь посмотрите, а почему я в данном уравнении пришла, вот именно эту формулу применила, основное тригонометрическое торжество. Потому что, когда мы решаем тригонометрические уравнения, но в данном случае, который, возможно, сведется к квадратному, надо стараться делать так, чтобы получилось одно наименование. В данном случае у меня появится только синус х. Это мне облегчит дальнейшее мое решение. Так, следующий шаг. Давайте посмотрим, что мы дальше сделаем. Ну, наверное, надо было раскрыть скобки. Синус х на корень из 3 минус 2 корень из 3 плюс 2 корень из 3 на синус квадрат х. Плюс 2 корень из 3. Так, еще, оказывается, есть, что можно заметить, что 2 корень из 3 у меня тоже уничтожается. Так, в полученном уравнении, давайте я его запишу, теперь уже вот в таком виде. Корень из 3 на синус х плюс 2 корень из 3 на синус квадрат х равно 0. Можно ли упростить это уравнение? Можно, если мы обе части уравнения разделим на корень из 3. Получится синус х плюс 2 синус квадрат х равно 0. Так, получилось уравнение такое вот, как бы, неполное квадратное, которое сводится к неполному квадратному. Я вижу, что надо синус х вынести за скобки. Если я вынесу за скобки, получается 1 плюс 2 синус х равно 0. И в итоге получается два простейших уравнения. Синус х равно 0. Или второй множитель приравниваем к 0. И получается 1 плюс 2 синус х равно 0. А именно, если отсюда синус х найду, получается синус х равен минус 1 и 2. Я почти что само уравнение решила. Давайте мы посмотрим, что же теперь можно сделать с этими двумя уравнениями. Я изображаю небольшую единичную окружность, небольшого совершенно размера. Обратите внимание, что это у меня не координатная плоскость, а единичная окружность. Поэтому я здесь не пишу х, у. Синус х равен 0. Это у меня частный случай. И получается у меня в итоге две точки. Частный случай, наверное, можно написать так. Пика к принадлежит цепке. Сразу скажу, что это решение можно было бы ответ написать и в таком виде. Значит, первая точка у меня соответствует 0 градусам. Я пишу х равно 0 плюс 2 пика. А вторая точка, вот эта вот, это у меня 180 градусов. Это пи. Поэтому я к пи прибавляю 2 пика. Почему мы прибавляем 2 пика? Потому что мы работаем с единичной окружностью. То есть эта точка в следующий раз появится через полный круг. Либо в положительном направлении, либо в отрицательном. То есть получается все время будет одна и та же точка. К принадлежит цепке. Так. И еще я здесь хочу сказать, что когда вы пишете вот два уравнения, вы можете написать одну и ту же букву. Таким образом, у меня первая серия будет 2 пика, а вторая серия пи плюс 2 пика. К принадлежит цепке. Значит, уравнение синус х равно 0 можно написать либо вот таким вариантом, либо вот этим вторым вариантом. Какой вы выбираете, какой вам больше нравится. Так. Точно так же и второе уравнение давайте. Изобразим небольшую единичную окружность. Единичную окружность. Так. И отметим, где же у меня синус равен минус 1 второй. Это у меня вот половина. Если у меня здесь минус 1, то это минус 1 вторая. Минус 1 вторая. И получается у меня в итоге на единичной окружности вот эти две точки. Ну, мы знаем, что первая точка соответствует углу минус 30 градусов. Это минус пи на 6. Я добавляю 2 пика, так как работаю на единичной окружности. А вторую точку, это я здесь, наверное, напишу, да? Минус пи на 6. А здесь будет сколько? Минус 5 пи на 6. И получается минус 5 пи на 6 плюс 2 пика. У меня получилось тоже вот эти две серии. Вот эти две серии. Ну, я, наверное, в данной задаче выберу все же, какой вариант записи ответов. Наверное, я выберу вот первый вариант ответов, так как это частный случай, это знают многие. А вторую серию я напишу вот в таком виде. Так. Ну, а теперь давайте мы сделаем отбор корней. Это задача, значит, пункт B. Пункт B. Напомню вам, что отрезок у меня был от минус 5 пи пополам до значения минус пи. До значения минус пи. Так. Поднимаю. Так, я, наверное, вот это оставлю, потому что это мне нужно будет. Так. Так. Изображаю окружность уже чуть побольше, так как я буду показывать, как я буду делать отбор корней. Значит, изображаю тоже единичную окружность. Так. И мне нужно отметить этот отрезок на единичной окружности. Что такое минус 5 пи пополам? Это мы пи пополам взяли 5 раз в отрицательную сторону. Пи пополам – это 90 градусов. Смотрите. Вот это у меня 0. Минус пи пополам, минус 2 пи пополам, минус 3 пи пополам, минус 4 пи пополам. И вот эта точка будет минус 5 пи пополам. Нужно обязательно его отметить, что это у меня начало моего отрезка. Отрезок минус пи минус 180 градусов взяли в отрицательную сторону. 0, а здесь будет минус пи. И так. А теперь мне нужно отметить эту дугу. Я только отметила начало и конец. Дуга отмечается в положительную сторону от начала к его концу. Но если у меня не очень хорошо видно, я лучше вот эту часть круга закрашу, которая соответствует моему отрезку. Следующий шаг, который мне нужно сделать, мне нужно вот эти две точки перенести. Вот эти точки перенести. Дело в том, что вот эту точку беру. Вот эти точки. Обозначу х1. Это решение, которое было синус х равно 0. Эта точка, вот видите, она ровно совпала с концом. Это будет их второе решение. Теперь вот эти две точки переношу на эту окружность. Это у меня было связано с углом 30 градусов со значением синус х равно минус 1 вторая. И у меня получается минус, здесь напишу я, х3. А вот эта точка в закрашенную часть не попала. Мы его удаляем. Так, теперь мне нужно все эти точки показать, чему это равно. Х1. Что мы делаем? К моему началу моего отрезка, 5π пополам, добавляю 90 градусов. То есть прибавляю π пополам. И считаю, сколько это у меня будет. 2 минус 5π плюс π. Это получится у меня минус 4 минус 2π. Первое решение. х3, как мы найдем? х3, давайте, минус 5π пополам. К моему началу сколько градусов мы должны добавить? Если здесь было 30, то здесь получается 60 градусов. Ну, если надо добавить π на 3. 60 градусов. Находим общий знаменатель. 6. Сюда пойдет дополнительный множитель 3, сюда 2. Минус 15π плюс 2π получится минус 13π, деленное на 6. И вторую точку. Но вторую точку даже считать не надо, потому что она ровно совпала с концом моего отрезка. Это будет минус π. Таким образом, ответ задачи. Нужно написать пункт А. Какие серии у меня получились? Первая серия πк, точка запятой. Вторая серия минус π на 6 плюс 2πк. И третья серия минус 5π на 6 плюс 2πк. Так как я k использовала, я напишу один раз, k принадлежит z. И пункт В мы должны ответить, перечислив все решения. Наверное, я начну с минус 13π на 6, так как она самая наименьшая. Потом я напишу минус 2π, потом напишу минус π. Хотя не играет роли, в каком направлении, в каком порядке вы напишите эти решения. Так. Мы рассмотрели с вами достаточно сложное показатель, тригонометрическое уравнение. Такое уравнение, конечно же, обязательное для решения многими ребятами. Вот я вам показала образец такого решения. Итак, спасибо вам за внимание.